Ребята, всем привет! Это видео-ответы на некоторые из ваших вопросов. Итак, поехали! Николай, какие модели гитар предпочитаешь и что в них нравится? Ну, во-первых, предпочитаю гитары фирмы Ibanez, собственно, та гитара, на которой играю. Есть также Ibanez Jam, белый японец, модель Steve Vai. Тоже очень удобная гитара. Мне нравится у них гриф. Вот в этой гитаре нравится и гриф, и расстояние от струны до струны, потому что в джеме там немножко шире это расстояние, и здесь, когда правой рукой я играю... На этой гитаре это очень удобно играть. На джеме уже, скажем, когда я играю правой рукой, расстояние там хоть доля миллиметра, уже шире от струны до струны, но уже для правой руки, чтобы играть подобное арпеджио, это уже прям чувствуется. Иногда не попадаешь по струне, то есть иногда не хватает размаха в кисти. Поэтому очень нравится вот этот инструмент. Потом есть еще Fender. Вот она, эта гитара. Гитара нравится, как звучит, то есть у нее достаточно такой читаемый бас. Но единственный минус мне в Fender'ах не нравится ручка громкости. Почему? Потому что моя постановка, она с мизинцем. То есть я играю... У меня мизинец прикасается к гитаре. Поэтому мне нравится, чтобы вот эта ручка, она была чуть ниже, иначе мне просто это неудобно играть. И скажем тот же самый риф на Ибанезе. Послушаем. Вот так звучит на этой гитаре. То есть немножко совсем другие ощущения и от игры, и от звука. То есть эта гитара вот именно для этого. Эта гитара немножко для других целей, то есть на ней очень удобно играть какие-то панковые вещи. Например, вот такие. Скажем, на этой гитаре это будет вот так звучать. И то же самое попробуем на Fender'е сыграть. Здесь, как видите, звук немножко круглей. То есть он вот такого плана. Еще по поводу ручки громкости. То есть если видно, то здесь, например, вот этот шуруп. Вот этот шуруп у нас получается прямо вот около ручки. И если играть, то палец постоянно выключает громкость. И все. Поэтому, когда я играю на концертах с этой гитарой, эту кнопочку я отжимаю. И ручку громкости я просто ее убираю отсюда. Вот так. Ну, медиатор туда подделываю. Чик. Вот она. Ручка. Убираю ее в пакетик. И все. Здесь у меня получается железненькая такая крутилка, которая называется потенциометр. И в таком случае тогда палецу не мешает ничего. Смотрите. В таком случае я играю, и... Палец получается, что не задевает ее, и громкость не уходит никуда. То есть в этом плане очень удобно играть. Ну вот. То есть поэтому в плане инструментов мы играем так. Но про инструменты можно, в принципе, бесконечно рассказывать, показывать. То есть это на самом деле на вкус и цвет. Дальше сами продолжите. Поэтому кому что нравится больше. Кому-то нравится стеклянный звук. Кому-то нравится более плотный звук. Кому-то... То есть здесь уже надо слушать, кому что нравится. Ну ладно. Идем дальше. Николай, расскажи, пожалуйста, про свой став. Инструментом, видимо. А дальше что? Ну, в плане инструментов. В плане всего оборудования. Оборудование разное было. Сейчас я играю на Kemper Profiling. Profiling, как правильно. До этого был Axe FX 2. Мы поменялись с одним парнем на Kemper. Вообще неплохо иметь и Axe FX 2 или там 3, сколько их там уже там сбился со счета, и Kemper. В принципе, это неплохо. Можно иметь 2 Axe. У кого нормально все с финансами, можно и иметь. Вот. Здесь у меня была история такая, что сначала я играл... У меня был процессор Line 6 X3 Live, такой большой. То есть я играл на нем, наверное, лет 5. И выжил из него все, что можно выжить. Но на самом деле не все, что можно. То есть там можно было еще выжимать. Вот иногда просто находишь звук, и им просто играешь все. Все, что есть. То есть акустический звук, ну какой-то чистый звук, и драйвовый звук, и все. На этом останавливаешься. Вот. Потом играю у меня Bad Horse 1. Morley Bad Horse это Вау-Вау-Квакушка. Вот она. То есть квакушка, в принципе, достаточно простая. То есть здесь нет никаких кнопок вообще. То есть я просто на нее нажимаю, загорается лампочка. Нажали. Лампочка загорелась. Отжали. Лампочка не загорелась. Педаль хорошая. Я уже на ней, наверное, играю лет... Ну лет 10 точно играю. Наверное, да. А может быть уже и 12. Но не важно. Потом играл на педале Trio. Это московский мастер. Вот сейчас. Потом у меня был самый нормальный аппарат. Это Chapster 40 Riviera ламповый. Вот его я тоже продал гитаристу московскому. Он мне... Мы с ним поменялись. Но это не важно. Хотя почему не важно? Поменял. Он мне дал Fender гитару. И доплату за комбик. Комбик там дорогой был. Вот. Потом я купил голову Legacy. Carvin Legacy. Вайвская голова. И к ней купил еще кабинет. 4х12 пиви. Но это все не сразу. Это все за какое-то время. Потом я нашел объявление. Точнее не объявление. У меня знакомый продавал Axe FX. Вот. Я его попросил. И я все, что у меня было, я все продал. Продал, продал, продал. Договорил с ним на рассрочку на полгода. Это очень удобно. То есть и в связи с этим даже парню одному процессор продал тоже с рассрочкой на 3 месяца. То есть без процента, без всего. То есть без банковских услуг, так сказать. Вот. И по сути дела вот это спасло. То, что у меня было все. Все, что было, все продал. Все продал. Непосильным трудом нажит. Купил Axe FX. Axe FX хорош. Очень хорош. То есть и хотелось просто дальше попробовать еще и Camper. Потому что на форумах всегда видно, что читаешь и не понимаешь, что же лучше. На самом деле каждому свое. Здесь вот что я сейчас показывал. Fender или Ibanez. Вот что лучше. Ну, кому-то нравится. Смотря какую музыку играете. То есть это в принципе уже надо по музыке ориентироваться. В Axe нравилось. В Axe FX сторон нравилось то, что все пресеты можно подкручивать, доверчивать. Качество не теряется от этого. То есть можно где-то вверху даже где-то сделать микрофонный звук. Там дальше или ближе наоборот. Ну, в Camperе там немножко по-другому. Там, ну как, там тоже самое можно все делать в настройках. Но мне нравится через комп все делать. То есть, например, Guitar Rig, например. Если знакомо вам такое слово. Вот там как раз все то же самое. Крутить, вертеть. Вот в Axe примерно такое же. То есть там берется педалька и крутится, вертится. Все то же самое. В Camperе такого нет. Нет вообще такого. То есть там только на самом Camperе это все делаем. То есть просто берем вот сам этот аппарат и вот крутим на нем. То есть в Camperе ничего нельзя делать. Вот это большой минус. И ну прям неудобно. Потому что иногда хочется на Camper сделать Tap, Delay, например. Добавить ревера там. Просто сразу же слушать. Это удобно. Но, к сожалению, такого нет. Но в Camperе много-много-много. Так же как в Axe. Очень много пресетов. И платных, и бесплатных. Там полно всего. Мне нравится. Я сейчас заморочился над звуком. Стал искать звук. Не совсем брутальный такой. Не совсем драйвовый. Но в то же время, чтобы он был читаемый. Чтобы на нем можно было сыграть. Какие-то пассажики. И чтобы они звучали хорошо. Без ревера, без дилея. Чтобы было все слышно. Ну, в принципе, вот по поводу того, через чего играю за, так сказать, по проводам. То есть это вот. Сказал. Про медиаторы. Медиаторы я очень долго играл. Вообще, хочу сказать по поводу медиаторов. Экспериментируйте. Не зацикливайтесь на одном медиаторе. Даже если вы твердо убеждены в этом, что это самый лучший медиатор. Вот это прям вот все. То есть вы нашли себя. Просто с каждым годом взгляды меняются. Я играл над одним медиатором с 2002 года по 2018 год. И сейчас нашел медиатор совсем другой. Я сейчас играю XL серия, Ultex Jazz 3. Правильно сказать, наверное, будет фирма Dunlop. Ultex Jazz 3 XL серия. Это чуть больше, чем медиаторы Jazz 3. Просто размер другой у них. Но у него носик немножко больше. Точнее, он острее. И получается, что, скажем, какие-то партии в плане вот таких вот, они немножко четче звучат. Вот послушайте. Например, я сыграю одним медиатором. Одним медиатором сыграю. Это как раз вот Dunlop Gator Grip. Например, сыграем какую-нибудь партию. Ну, давайте не заморачиваться. Что-нибудь, вертушку какую-нибудь простецкую, самую элементарную. Тар-дар-дар-дар-дар-дар-дар-дар-дар. Какой-нибудь там. Вот. Это звучит зеленый медиатор Gator Grip. И теперь то же самое с желтеньким медиатором Ultex. Здесь по ощущениям немножко четкость такая. Так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так. Читаемость более резкая. Вот. Поэтому эти медиаторы я для себя выбрал. Мне они больше нравятся. Но они жестче, конечно. То есть кому-то кто-то нравится мягкими медиаторами играть. И у него, у этого медиатора поверхность, она... Сами буквы выпуклые. То есть он не скользит в руках. То есть, скажем, вот зеленый медиатор, он... Если пальцы, если по-то отделению у ваших пальцев, оно достаточно плотно, достаточно сильно, то он просто у вас будет скользить, если вы будете долго что-то играть. Просто палец, медиатор будет выпадать. Не бойтесь экспериментировать. Пробуйте разные медиаторы, увидите, какой будет от этого результат. Следующий вопрос. Многие гитаристы учатся в стандартном строе, а после играют в других строях. И в стандартном им уже, мягко говоря, неинтересно. Так можно ли сразу учиться, ну, например, в дроп до или дроп ре? Да, конечно, можно. Что в этом такого? Но я это не сторонник так учить. Потому что я сторонник того, чтобы сначала учить в стандартном строе. Опять-таки же, смотря что играть. Если мы будем учиться с вами играть тот риф, который будет, скажем, в этом строе, то почему бы нет? Тогда, значит, надо опускать гитару в этот строй и заниматься в этом строе. Но если мы разучим что-то именно в стандартном строе, тогда мы учимся в стандартном строе. И вообще я сторонник того, чтобы гитаристы сначала знали какую-то базу, базовые знания. Конечно, кто-то скажет, что мне и без базовых знаний хорошо, я могу играть вот так вот. Вот. И, в принципе, в каком-то смысле он будет прав. Потому что больше ему не надо, и он кайфует от этого, от того, что он делает. Но если, например, двигаться дальше, то на гитаре есть пентатоники, есть гаммы, есть лады, есть интервалы, трезвучия, септаккорды, полиаккорды. Есть много всего интересного именно в стандартном строе. Если, например, человек увлекся этим, с базовыми знаниями, то потом он уже будет думать, надо ему переходить в другой строй или не надо. Но, безусловно, в дроп строя гитара звучит мяснее, гораздо мяснее. Например, проведем такой эксперимент. Допустим, я сыграю сейчас один риф на этой гитаре, это в стандартном строе. И, допустим, возьму гитару, которая дроп до вообще. То есть она по нижней строе ре, и шестая вообще еще ниже настроена на тон. Как будет звучать вот этот риф, например? И теперь тот же самый риф, абсолютно тот же самый риф, но такую же партию. Я сыграю в пониженном строе, ну, на другой гитаре. Поехали. Как видите, разная музыка абсолютно, и на разных гитарах она звучит абсолютно по-разному. И здесь уже, в принципе, кому как нравится. То есть опять дело вкуса. Но сейчас такая тенденция играть на пониженных строях. В строе до, в строе ре, дроп, ре, дроп, дроп до, дроп ре, ми бемоль строй. Действительно гитара звучит мощнее, она... Вот такой звук дает, то есть она, ну, мясная такая становится. Поэтому учиться все равно нужно в обычном, стандартном строе. А потом, если вы играете какие-то вещи, которые в дроп, то тогда переходите туда. Но никогда не зарекайтесь о том, что я никогда не буду использовать строй ми. Да никогда не зарекайтесь вообще, что вы будете использовать, что вы не будете использовать. Может, вы вообще на гитаре не будете играть, откуда вы знаете. Обычно все соло в уроках больше имеют классический характер. Хотелось бы что-то наоборот с другой средой, типа блюз или какой-то трэш. Ну, по поводу стилистики. Я не играю трэш, я не блюзовый гитарист. Поэтому, наверное, этих соло и нет. Гитарист не может быть универсальный во всех стилях. Прямо вот он. И в металле он играет, и джазмен он офигенный, и блюзмен. То есть это все-таки как предпочтение. Это спорт. Человек не может иметь он и бегун, он и атлет, он и бейсболист, он и волейболист, он и футбол, он и в хоккей. И везде он. То есть и везде его приглашают сыграть. Надо с нами в хоккей, сыграть с нами в футбол. Но человек не может быть вот такой прямо и шахматист заодно, и в шашки всех сделает там. Все. И на гитаре еще заодно умеет играть. Вот. В чем-то в одном человек будет вариться. И отдавать чему-то предпочтение. Поэтому у меня предпочтение. Я не люблю металл. Вот такой прямо жесткий там, где прямо, знаете, такой прям. То есть, ну, как бы, вот, не совсем мое. Вот. Ну, это сейчас какая-то фигня была. То есть понятно, что металл может быть тоже разным. Может быть очень крутым, очень таким мелодичным. Например, мне нравится, в принципе, перифери. То есть такая прям очень крутая команда, очень круто играет. Очень все, ну, прям звучит офигенно. Но играть мне не нравится это. Вот. Поэтому в моих видео вряд ли вы увидите какие-то такие вот бешеные трэшерские штуки. Хотя, опять-таки же, никогда не зарекайся. Никогда не узнаешь, что тебе будет нравиться завтра. Может быть, мне вообще завтра будет нравиться играть на бас гитаре. Я перейду на бас и буду. И буду играть на басу. Вот. Что касается игры в плане минусовок. У меня очень много всяких разных соло. И вопрос совершенно неуместен в плане того, что гитара звучит там либо одна, либо барабан. Да, в руках это так. Но есть целое множество разнообразных соло, сольных партий. Есть также и альбомные партии. Есть ковера, куча коверов. Есть просто отдельные там какие-то сольные куски. Это просто надо поискать. Можно ввести на моем канале там в поисковике гитар соло. И посмотреть. И я думаю, вопрос сам по себе исчезнет. Следующий вопрос. Как двигать на гитаре правой рукой так, чтобы двигалась только кисть, а предплечье оставалось неподвижным? Есть ли какие-нибудь лайфхаки, чтобы не оставить шансов предплечью, чтобы ограничить его мобильность? Спасибо. Вопрос очень актуальный. Потому что в основном я сам также играл. То есть у меня, когда я начинал заниматься без педагога, я ушел в такие дебри в плане там постановки правой руки, что там вообще. Но играл при этом быстро, в принципе. Но очень быстро уставала рука. Очень быстро. Потому что использовал именно локоть. То есть именно такое, как дрожащий элемент. То есть от того, что... То есть это больше по инерции рука играла. То есть вот такой звук, звук такой был. Он очень агрессивный был, очень противный такой. Вместо того, чтобы, например, играть вот так. Такой звук получался. То есть рука, в принципе, она, когда вы играете, старайтесь, во-первых, держать ее в этом положении, чтобы у вас вот в этой части мошенки, ну, по крайней мере, как у меня. То есть у каждого своя постановка, и каждый объясняет, как он играет. Если, например, играть вот в этой постановке, то руку можно здесь закрепить, притрагиваться к части мошенки. В таком случае у вас рука будет никуда не съезжать. И вы можете спокойно это играть. Вот рука будет у вас закреплена в этом месте, и в таком случае будет все хорошо. По поводу лайфхаков каких-то, ну, прибежите себе бинт сюда, вот так, обвяжите себя медицинским бинтом, чтобы у вас рука никуда не дергалась, и все. То есть либо скотчем отдайте кисть и прибежите ее гитаре. Вот, вот так. То есть у вас будет работать только кисть. Но это неудобно, потому что все равно, если вы будете играть какие-то пассажи, или, например, тейппинговые, то у вас получится так, что кисть все равно будет двигаться вместе с локтем. Поэтому не вариант. Лайфхак со скотчем не подойдет вам. А вообще, если серьезно, то старайтесь расслабляться во время игры каких-то одинаковых пассажей. Например. Вот вы сыграли такой пассаж и играете его. Например, пал мьют. Играйте, играйте, играйте и слушайте, что у вас происходит. В этот момент как раз следите за своим предплечием. Только так. То есть больше, ну какие лайфхаки, никакие гвоздем прибейте руку себе, чтобы она у вас вот так вот там, как мельница, вот так вращалась. Но только так. Но это шутки, конечно. Но просто следить за собой, просто следить. И все. Расскажи немного о своей банде. Но в плане банды, в плане группы музыкальной, как таковой, постоянно, постоянного состава нет, никогда не было. То есть музыканты, когда хочется сделать какой-то концерт, то я приглашаю ребят, мы обговариваем с ними там возможный гонорар, или не гонорар, то есть или интерес, и просто начинаем репетировать и играть. Каждый раз это могут быть абсолютно разные музыканты абсолютно разного уровня. И, в принципе, с ними готовим концерт. Есть постоянный барабанщик, его зовут Юра. Это тот барабанщик, который играет на видео, где я играю Бетховена «Лунную сонату» третью часть. Мы с ним уже знакомы с 95-го года, то есть уже там много-много-много всего повидали, много переиграли. С этим барабанщиком у нас была первая группа «Откровения» в 2002 году, когда мы записали альбом. Это моя первая группа, там мне 18 лет. И такая хэви-металлическая команда. Поэтому с ним мы играем очень часто. Так, ну, в принципе, все. Расскажи, как ты связал свою жизнь с музыкой? Сколько лет играешь? Я начал играть в 13 лет. Это 98 или 99 год? Точно не помню, сколько. 98-й год это, да? Или не помню точно, какой год. Ну, в 13 лет, в общем. Мне просто нравилось, как ребята играют. Как они просто поют песни, играют на гитарах. Потом услышал песню «Nothing Else Matters» с «Металлики». То есть начал ее тоже играть. То есть вот эти все переборы, гитара немножко расстроилась уже. И так, в принципе, все и пошло. Ну, я думаю, история, она такая же, как и у всех. То есть примерно плюс-минус одинаковая. Он слышал песню, захочел сыграть, начал пробовать, нашел потом себе преподавателя и просто стал играть, 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 играть и доигрался. Так. Ваш путь, который вас привел к гитаре. Ну, это, в принципе, тот же самый вопрос. Что на вас повлияло? Ведь подписываться не только на контент, но и на человека. Может быть, вы чей-то кумир. Но это вряд ли. Другие блогеры проводят стримы, семинары, обзоры инструментов оборудования. Собирают вопросы подписчиков, рассказывают истории про гитары и гитаристов. Выкладывают собственную музыку. Даже если изучить такую глыбу, как Стив Уай, можно вести блог, разбор его песен, технику. Все не расскажешь. Но я согласен, да. То есть можно рассказывать обо всем на свете. Вот, подписываться там на человека или не на человека. Сейчас вообще модно хайпить и вести такую агрессию. Но так как я не агрессивный человек, у меня просто это не получится. Соответственно, на моем канале не будет никогда 100 тысяч подписчиков. Вот, поэтому... Потому что я не такой, не злой парень. Вот, если бы злой парень был, можно было про всех много чего сказать. Много, прям вот целую кучу всего. Просто вылить в ведро помоев и каждый день записывать помойные видео. Ну, просто я не вижу в этом смысла. Вот, даже если и не будет никого, подписчиков никаких. То есть, как бы, в первую очередь мне... Ну, мне неудобно просто это делать. Ну, я не могу. То есть я так воспитан. Просто вот так я воспитан. Как воспитан, так и воспитан. Вот. Какой есть, такой есть. Так, ну, в принципе, вот, такие вопросы были. Там какие-то еще совершенно глупые вопросы были. Вот, типа там, не стыдно ли мне? Не стыдно. Вообще ни грамма не стыдно. А вам не стыдно? Ну, вот и все. Вот. И, в принципе, если еще есть какие-то вопросы, я думаю, можно будет там раз какой-то период, раз в месяц, например, делать такую рубрику вопроса-ответа. И, соответственно, отвечать на ваши злободневные вопросы. Вот. Ну, все. Всем спасибо за просмотр, за внимание. Пока. Пока.